здравствуйте дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и у нас сегодня третья часть вязания нашего свитера я вот этот приготовила потому что сегодня мы поговорим о реглане уже у меня готова основная деталь и готовы два рукава этот первый свой свитерок я вязала без подреза были вопросы по поводу подреза вот он видите соответственно без подреза здесь была маленькая дырочка присоединение я ее потом зашила совсем малюсенькая поэтому это ваш выбор как вы будете сейчас я покажу как соединить рукава с основной деталью без подреза как я это делала на этом свитерочки ну вы знаете говорят что лучше сидит с подрезом сейчас мы и проверим на вот этом втором моем в данный момент сейчас я показываю как я соединяю без подреза если хотите вот именно этот вариант то пожалуйста вяжите так как я вязала этот первый вариант вот у меня стоит маркер маркер я поставила там где мой разрезик то в том случае если есть разрезы если нет разрезы просто все вязание разделить на пополам маркером и у одного маркера будет один рукав у 2 2 так теперь беру мой рукав где у нас тут добавление вот видите были добавления в предыдущем видео я показывала как разделить вот этот рукав и подготовить к соединению вот эту спицу вытяну чтобы у нас ничего не выскочила так и вот здесь вот еще смотрим изнаночная мне нужна лицевая поэтому я вот эту изнаночную переодену сюда и она у меня сядет по узору там то есть сопоставить узор нужно и теперь вижу с этой спицы последняя изнаночная тут я начинаю с лицевой и вижу до конца вот здесь вот смотрим девчонки очень аккуратно поначалу будет очень неудобно но потом она все уже восстановится нам просто нужно разделить вперед и спинку верни вот это наше основное вязание на две детали равные и между этими двумя деталями вот мы вклиниваем как бы наш рукавчик все все дела так что там на кардигане где я вязала ничего сложного нет просто очень неудобно поначалу потом уже нормально сейчас я вам покажу полностью один рукавчик присоединю потом я его распущу и все-таки сделаю эти подрезы и буду вязать с подрезами просто только для того чтобы проверить разницу без подреза и с подрезом вот как бы как она будет сидеть на мой взгляд этот серый сидит не так уж и плохо и без подреза но возможно если вы вяжете размерчик кардинально больше чем я то возможно там нужны подрезы хотя честно говоря я их никогда не вязала сейчас просто хочу провести для себя больше эксперимент ну и для вас конечно же мы просто это сравним убежала у меня петля так вот довязываю одну спицу до конца протягиваю теперь нужно протянуть и вытянуть леску так чтобы мне удобно было по развернуться и теперь вяжу со второй спицы петелечки кстати хотела сделать короткие потом передумала все таки сделала такое чтобы подлинее так вот довязала я до конца ряда и теперь откладываю уже эти вспомогательные беру где у меня была вот здесь вот отложена спица теперь я соединяю это все дело с основным вязанием вот так вот вот здесь вот по итогу конечно у нас получится маленькая дырочка и там у меня была эта дырочка я ее зашила такая вот видите я думаю это не страшно у меня она всегда получается при реглане при вязании если сплошным полотном вижу вот так вот присоединился наш рукав то не хочу дальше вязать потому что я все-таки буду вязать этим другим способом второй мы приспросили присоединяем точно также здесь и далее вяжем реглан реглан я покажу не переживайте еще мы на этом остановимся подробнее сейчас данный момент я просто показываю как соединить так куколки мои теперь показываю вот этот вариант с подрезом видите один я уже сделала на половине вязания 2 сейчас покажу делается полностью одинаково сделала дополнительной нитью потом я ее распущу и аккуратненько красивенько здесь все сошью вот ну и сейчас вам покажу как это я делала вот моя обозначенная половина за 5 петель до этой половины вернее сейчас мы сделаем вот так вот мы сейчас вот мои вот маркера 5 петель сюда и 5 петель сюда я просто передвину маркер обозначу эти 10 петель то есть подрез я делала на 10 петель я не знаю насколько его нужно делать я делаю на 10 что у меня получится я понятия не имею увидим девчонки возможно получится круто так счастья просто закрою эти 10 петель на основной нитью закрывать и потом аккуратненько сшить но чтобы не распускать эти закрытые как бы петли и просто сшить и и все можно так как я вообще меня осенил еще один вариант но что-то я на этом свит свитере не хочу пробовать потому что свободно его вижу мне кажется попробую другой раз в общем пока делаем такой вариант так на основном вязании я закрыла эти петли вот я закрыла средний 10 этих петель и чик теперь я беру мы разделяли на пополам теперь мне нужно так значит последняя у меня лицевая значит должно начинаться с изнаночной то есть с одной стороны 5 5 3 4 значит не 5 вот смотрите мне нужно чтобы я начала изнаночной потому что последняя у меня здесь лицевая поэтому с этой спицы я беру 4 петли а с этой спицы я возьму 6 петель на все правильно но я их распущу чтобы у нас был ровный край 26 так это же закрываю вот эти мои 10 петель и чик так вспомогательная нитью раз два три 4 5 10 все правильно сейчас я их закрою и соединю точно так же как и в первом случае так все я соединяю все в одном полотно беру вот этой ниточкой и вижу с этой спицы точно так же как и там только здесь у нас как бы оставлено 10 петель закрыта но этот подрез так называемый следующем ряду уже будем делать реглан распределять девчонки кто вязал свитера вот эти с регланом с этим подрезом вот напишите мне пожалуйста ваше мнение ваши как бы ощущение и ваши эти как бы как слово сказать ваш опыт как бы вязание вот именно с этим подрезом как как разница как чувствуется ли разница не чувствуется в ношении в каком-то виде но как оно выглядит я допустим честно скажу я не вязала хотя я и регланом вяжу очень редко поэтому возможно не задумывалась даже над этим так все видите я соединила этот подрез как бы остался здесь потом я его буду обрабатывать и вижу уже по кругу на одних спицах так что жду ваших мнений девчонки пожалуйста вы мне напишите как как оно в носке к в чем разница чем отличается для всех ли размеров нужно делать этот подрез или допустим для больших вот я читала что это как бы рекомендуется для больших размеров делать что с удовольствием почитаю ваше мнение по этому поводу здесь кстати уже удобно вязать перетягивать все очень удобно там где без подреза то там на первых парах неудобно а вот здесь вот нормально так как я говорила немного припомню вам напомним про реглан реглан у нас состоит из 9 ведущих петель это 5 лицевых между ними 4 изнаночные то есть 9 петель резинки из них основное количество мы берем из рукава сейчас я вам покажу сейчас я вижу вперед или спинка еще не знаю что это у меня там по разрезе к мы определим в общем основную деталь а еще один вопрос у меня возник сейчас я довезу до реглана и потом спрошу у вас тоже так мне интересно еще одна вещь думает спрошу у своих девчонок сейчас определимся с регланами потом я у вас спрошу потому что это не одним предложением вопрос он так меня прям заинтересовало думаю ну где же хихи стенах какое же слово правильное вы те кто постоянно постоянно и у меня вы знаете что я живу в чехии поэтому не обращайте внимание на мою речь у меня намешано 4 языка вообще-то и очень тяжело бывает даже вспомнить какое-то слово поэтому вот так вот у меня так вот видим мы подошли к моменту нашего соединения рукава и основной детали и вот нам нужно 5 лицевых петель вот теперь основную массу долю я буду брать из рукава вот он наш рукав а минимум я буду брать с переда то есть одна петля это мало я возьму отсюда две три петли вот видите лицевая изнаночная лицевая а 6 петель возьму из рукава вот так вот и сделаем значит вот он мой реглан нужно обозначить маркером закрывать я буду вот смотрите вот это перед вот это мои три петли реглана перед ними я делаю зак закрывают две петли но изнаночной вернее провязывая две петли петли вместе изнаночной петлей это то что я говорила чтобы лицевая петля если я их провяжу лицо она сольется с этим петлями реглана и будет некрасиво выглядеть теперь я вижу 9 петель реглана 3 4 5 6 7 8 9 вот они мои основные 9 петель реглана вот как здесь видите девчонки вот а мои эти петли ведущие здесь они будут выглядеть точно так же и опять две вместе сокращение делаем вот эти по 2 вместе возле реглана с левой с правой стороны в каждом втором ряду то есть один ряд вяжем по узору без изменений во втором вернее в первом или во втором ряду делаем изменения ой сокращение или в первом считайте видите отсчет как хотите то ли 1 то ли 2 так и вопрос девчонки которые я хотела задать наткнулась на одно видео по поводу хотела папа послушать по узнавать мнение по поводу этого подреза наткнулась в интернете на одно видео где женщина рассказал я не не в целях критики это говорю она все рассказала все понятно но я больше хотела узнать как бы почему я эти видео смотрела я больше хотела узнать для чего он нужен понимаете вот именно как бы мнение мастериц вот для чего он как бы его его прямое предназначение этого подреза и наткнулась на одно видео там женщина называла вот эту часть вот вы если вы заметили я эту часть где перед спинка с называю основную деталью потому что почему-то из моих четырех языков я не могу найти слово которое я бы применила на это как бы на эту часть вязания то есть если вяжем отдельно это перед спинка до рукав это понятно а если перед и спинка вместе вот как его назвать вот этот вопрос я хотела задать вам девчонки вот как вы называете эту часть вязания если она совместная период и спинка вместе и вот видео и у этой женщины она его называла ой как же она или я уже прям забыла так подходим к реглану вставлять я забыла сейчас я вспомню свяжем реглан так вот здесь вот там мы брали 3 петли до это было у нас на спинке я брала 3 петли со спинки и 6 петель с рукава на так на спинке у меня было три петли спереда а здесь у меня будет 2 так как видите у меня начинается с изнаночной то есть вот эту изнаночную эту лицевую я пущу в реглан дети я уже начала вязать неправильно и переделываем значит 2 петли отсюда 2 4 6 8 9 вот всего 9 2 петли спереда и 7 петель с рукава 2 вместе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 2 вместе так еще одна изнаночная далее вяжем по паузу рот как же теперь мне вспомнить как эта женщина не труб вот что-то подобно а тушка девчонки тушка она вязала объясняла вот это связанная тушка а вот это связанные рукава я думаю как тушка у меня ассоциации тушка это тушка кролика цыпленка поросенка да может это и правильно просто в моем понимании что-то она не ассоциируется с вязаным изделием тушка и отчеток как-то застопорилась думаю я спрошу у своих девчонок как они эту часть называют вот пожалуйста я вас прошу напишите мне так интересно как вы называете эту часть основное вязание где берется со спинкой вот мне очень правда очень интересно будет почитать вот ваши комментарии вот именно по поводу тушки чешском языке тушка это ручка которой пишут кстати вот может из-за этого у меня еще такие какие-то но у меня даже не с ручкой ассоциация именно с тушкой с мясом понимаете поэтому не знаю для меня это как-то не не восприябельно не понятно не могу я этого как-то переварить вот девчонки так ну и далее уже вроде бы как все сказала все показала как распределить там немного еще чуть провяжу потом она будет девчонки виднее сейчас она как бы все потерянное такое не видно и может вставляйте нитки или маркеры я уже буду смотреть как привыкла я не люблю переодевать эти маркеры цепляться ими я что-то привыкла прям сразу так вязать поэтому я делаю так а вы можете поначалу эти 9 петель обозначать а потом они будут хорошо видны так что мы делаем здесь здесь мне придется делать три вот смотрите видите тут лицевая изнаночная лицевая здесь придется делать три на на той другой стороне придется делать 2 так что ничего страшного не волнуемся минимум с основной как бы детали и максим по максимуму с рукава нужно даже и одно отсюда взять но я уже разделала там так 2 3 4 5 6 7 8 9 и 2 вместе так ну все дальше уже показывать не буду вот мои две вместе две вместе вот 9 петель этого реглана хотите обозначить здесь ниточка девчонки чтобы не путаться следующий ряд вот здесь вот я еще сделаю этот реглан убавления потом круговой ряд провяжу без убавлений далее буду делать субавли следующее убавление здесь вот у меня 2 изнаночных я их провяжу изнаночной то есть то что я говорила в первом видео все убавления я делаю изнаночными что вот здесь вот лицевая петля не пересекалась с регланом чтобы он у нас так красивенько как бы выделить его просто но я покажу немножечко провяжу покажу в процессе чтобы вывели вот так вот это выглядит как бы в продолжении видите точно так же как и на сером у меня основная вернее здесь вот девчонки если честно сказать здесь у меня больше идет от рукава но тут я почему-то побоялась потому что сделали этот подрез и все-таки я больше как бы две-три петли видите но вы помните я все-таки взяла с основного вязания чтобы дать что-то мне страшно мне кажется тут не хватит потом петель не знаю увидим в общем вижу я далее до горловины вот мой реглан я думаю все понятно и вам в каждом втором ряду я убавляю по одной петле слева справа и вяжу до горловинки и по к следующему видео попробую вы знаете что вот эту видите как все таки не держит форму это горловина то что я говорила я попробую ее распустить и связать на тоненьких спицах как вы мне советовали в комментариях свяжу ее потуже посмотрим что получится у меня с этой горловиной как бы как ее изменить на покажу вам обязательно потом решим вот это дело я продолжаю вязать до горловины и встретимся через неделю всем удачи всем приятной работы всем пока пока